здарова танкисты всем привет с вами серёга с вами эндомит и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры world of tanks сегодня на обзоре танчик из новогодней большой коробки 2023 года лтшка девятого уровня французской charme le 75 до акционная машина вот такая вот смешная смешная да ну и все неполноценный гайд и обзор по этой тачке обычно я не хожу смотреть броню лт но поскольку машина новая вот и многим наверно было бы интересно посмотреть а вдруг какие-то есть рикошетной зонам и так украдкой краем глаз давайте быстренько посмотрим бронирование даже лтшки погнали итак наш лтшка ну и давайте быстренько нлд 121 влд 113 вот есть вот эти два рикошетных здесь уголочка маленьких да сейчас правильно поставил вот раз и два все больше в этом танке нигде брони и рикошетных углов нет 70-40 короче вся зеленая все в лоб она вся не пробивается но если вдруг вскользь попадете сюда может за рикошет потому что ну тут холл хорошие углы приведенной брони вот всего лишь два места все остальное пробивается на вы с броней разобрались брони нету вот они эти два угла раз скос и 2 все остальное полную жуть но это и лтшка чего гореть идем к самому интересному по этой лт к орудию орудию на 100 миллиметров к необычное орудие у нас стоит две кассеты это будет типа барабана в котором две кассеты по три снаряда то есть у вас шесть снарядов которые выстреливаются сумасшедшей скоростью вот каждый и каждый из кассет альфа у нас 200 бронепробитие на основном снаряде 200 голда 240 6 снарядов как я уже сказал двух кассетах время перезарядки между выстрелами кассет они самих выстрелов именно кассет сначала отстреливаете одну кассету потом другую так вот между кассетами три с половиной секунды полная перезарядка барабана 42 секунды а время между выстрелами там ноль целых одна секунда примерно прям практически моментально раздается кассет вот 1516 дпм за того что у нас барабан долго заряжается на две кассеты точно естественно не самое лучшее да при такой скорострельный стрельбе до 0 38 2 и 8 секунды время сведения что очень кстати плохой момент вот да у нас появилась в игре лтшка которая скажем так супер дамагер прям супер дамагер а в пвп может разобрать практически любую лтс и пройдут все шесть выстрел что очень на самом деле прикольно но есть другие нюансы которые мы сейчас тоже подойдем и кстати это единственный танк на девятом уровне который не ну правильно сказать не акционный а прем-танк у нас на девятом уровне много разных тяжелых средних танков полученных с боевого пропуска полученных с с линии фронта там кажется жетоны идти прочь у этого танка есть то есть у всех танков прям так акционных танков девятого уровня идет больше боевого опыта и опыта экипажа боны и пересадка бесплатно без штраф экипажа а здесь добавили больше кредитов за бой это единственный прям полноценный прям танк на девятом плывы один вот по полевой модернизации во втором блоке настройку клапанов качаем в четвертом блоке так смотрим от размера кругу сведе от времени заряжания ставим обязательно в пятом блоке так максимальной скорости назад конечно же дополнительную предосколочную защиту ну и в этом блоке мы ставим вообще с мобильную нас и так все хорошо я считаю что тут без турбина на нем надо гонять я бы наверное бы попробовал бы поставить огневую мощь да можно и то это попробовать покатайте со вторым слотом на мобильность и с огневой мощи короче надо тестить по оборудованию по оборудованию я ее пока для пробы что это за танк зарядил как чистокровную лт поставил командирский обзорный прибор поставил просветленку и малышу лт в первую очередь должна быть лт хоть у нас и намек на лт дамаги до имея такое орудие но пока попробую вот так в дальнейшем может быть на ней буду катать со стабом со стабом вероятно да вот прям стаб ей просится и может быть даже улучшенные механизмы поворотства можно поставить и например оставить только просветленную оптику а командирку машинку убрать не знаю но это буду позже пока начну играть как на чистокровные лтшки оборудование вот уже играл на этой лтшки и заметил какой момент очень медленно поворачивается башни да еще один важный момент у нас здесь сразу давайте откроем у нас два режима скорости турбина 3.0 вшитая в эту машину да и в этом режиме в турбине 3.0 она долго очень сводится и медленно поворачивается башня и стабилизация орудия просто отвратительно если хотите более-менее нормально стрелять переходите из режима turbo 3.0 в режим turbo 1.0 да и тогда у вас реально повели появляется стаба быстро сводится орудие о чем я здесь говорю здесь интересно написано об этом да написано в режиме 3.0 время сведения орудия 3,28 секунды в режиме turbo 1.0 2,63 скорость горизонтального перевода прицела то есть поворот как раз башни до в режиме в режиме turbo 3.0 69.33 получается на н вот так правильно говорит а в режиме 1.0 21.33 вот так так ладно по снарядам по снарядам у нас бронебойный снаряд основной летит 1050 метров в секунду что очень неплохо и голда у нас подкол летит 1350 я первый бой скатаю без буду с собой фугаса возить и бронебойки без подкалиберов вот по снаряжение ремка аптечка желательно автоматический огнетушитель три члены экипажа перки вы сейчас наблюдаете перед собой в табличке по увн у нас минимально комфортный минус 8 присутствует вот по хп у нас 1150 но в принципе неплох как для лт реально неплохо по мобильности а в режиме turbo 3.0 мы едем вперед со скоростью 77 километров в час 30 назад в режиме turbo 10 вперед 57 назад 20 удельная мощность в режиме так здесь главное напутать в режиме удельная мощность так так секунду схема 2 вот нифига не понятно где больше удельная мощность я так меня в режиме 3.0 естественно как турбины включены больше то есть получает 40 лошадей в 3.0 и 27 лошадей в режиме 1.0 вот как-то так по незаметности при такой сборке у нас все хорошо почти 39 процентов незаметность неподвижной машины и в движении вот по обзору у нас 424 метра опять же я так понимаю вот тоже вот мне лично непонятно где в каком режиме сейчас секунду вот в режиме 3.0 у нас больше обзор либо 10 вот написали просто черточку а ты гадай и нигде об этом на самом деле не сказано ладно будем по ходу игры разбираться вот по плюсам минусам машины вот я на ней уже покатал реально интересный геймплей интересно то что вы в пвп когда часто пересекаетесь с лтшками врагов вы можете лтшку просто раздамажить в ноль это приятно но все равно танк реализовывать достаточно сложно прям ну реально сложно прямо в плюсы понятно есть по орудию против других лт есть хорошие кстати подвижность безусловно но размеры данные лтшки вас грубо говоря все остальные лтшки в кустиках при равном оборудовании будут все равно пересвечивать там же габариты она ну прям крупно это больше похоже на средний танк нежели на легкий по подвижности плюс по орудию за уникальный геймплей плюс по незаметности такой плюс минус больше не плюс минус все таки больше потому что опять же габариты вот по обзору ну нормально нет реально нормально 420 метров нормально ладно давайте уже отправился бой посмотрим как этот чармле вообще играется еще на нем можно а что не можно делать поехали так у нас обзор боем чармле 75 лт 9 левела акцион из новогодних коробок франции да с барабаном точнее с двумя кассетами по три снарядов каждом вот сейчас будем пробовать данную птшку вот чтоб не хочется залететь на гору как сумасшедший скорость позволяет и так сказать подамажить там все-таки пушка прям как на лт хотя она у меня заряжена сами знаете по оборудованию не как дамагер о ох мчится почти 80 и 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 Все, отсвечиваемся. Ух ты, вот это неприятная фигня. Кто тут светит? У них ЛТшка здесь стоит, на центре. Ух ты, вот это неприятная фигня. Ух ты, вот это неприятная фигня. Я сейчас в первую очередь дамажил, но никак не стрелял. Поэтому это все-таки аппарат про настрел. А к нам тут танки едут? Сейчас как заедут. Вот, долго заряжается единственное. А я и не прогню. Что-то мне страшно даже, как бежать отсюда не пришлось. О! Ясно. Крадется там, упоминаешь ли. Да, попробуй еще в него попади. В лючки эти. Встал, не выковыришь его откуда-то. Там ТС, в принципе, теперь контролит нормально. Заряжаемся. Заряжаемся. Ух ты, ягод. Не бойся. Ух, бежим. Есть попадание. Гори, родной. Гори. Сгорел. Ну, интересная машина, конечно. Но тяжело реализуемая. Так. Никак не видно ее. Все, уничтожили. Все, и там всех уничтожили. Так, меняем кассету. Ну и идем в окружение. Вместе со своими. Вот так вот. Спорно по поводу названия ЛТ. Больше это, конечно же, не ЛТ. На самом-то деле. Так. Не знаю. Равенда. Какая-то dij ermыполит. Отлично. У Lotжа. Нам-то поможете? Вы diagnов 89-10 и осмотрениеambre. Дорогиха blockchain танец, обещаю, quiero связаться в любом т juste gravy. Ураль. М sudden, нет уйд? Поехали к фашу съездим. Все, родной, отдыхай. Заряжаем. Но мы уже пострелять, скорее всего, не успеем. 24 секунды. Их сейчас просто разорвут двоих. А я уже как бы все. Да. Пострелять. Ну что, нормально? Трех увлили, считай. Сойдет. Да. Победа. Ладно, 2 800 дали, 700 насветили. Суммы сколько? 3 500, 3 600. Сумма сойдет. Для этого танчика пойдет. Что мои мысли по этой машине? Назвать ее ЛТшкой язык не поворачивается. Ее надо было балансить и называть как средний танк. Тем более, по размерам она соответствует. И, честно говоря, другие ЛТ-воды ее прекрасно пересвечивают. В кустах именно из-за размеров. Это первое. Второе. По оборудованию. Я ее сказали ЛТ. Я ее снарядил как ЛТ. Вот третье место по урону. ЛТ, кстати. Да. Я ее снарядил как ЛТ. Но. Но. Еще раз все взвесив. Сюда. Что нужно? Сюда нужно просветленка однозначно оставлять. А сюда нужен стаб и даже, вероятно, улучшенный механизм поворота. То есть просветленка, стаб, УМП. Вот как-то так, наверное, мыслим. И играть на ней надо как СТ с барабаном. А, ребята, у кого есть Чармли 75, пишите свои комментарии, как вы используете оборудование на этой машине. Как в целом вам этот танк заходит, не заходит. Тяжелые вотыгрыши, безусловно. У нас нет брони. Хотя бы как у СТ-шки нет брони. У нас хорошая подвижность, невероятное орудие. Но, как мне показалось, очень медленно крутится башня. И. Ну, фиг его знает. Ну, сложная в реализации. Ладно. Ставьте лайкоса, подписывайтесь на канал. Танку мы ставим за отчет. У него интересный геймплей. С оборудованием надо разбираться. Ну, как я уже сказал, возможно, надо ставить не как на ЛТС, а как на дамагера. То есть, УМП и Став. Возможно. Надо попробовать покатать. Вот. Подписывайтесь на канал. Лайкос. А я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео. Подпиской на канал. Ну, и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова